МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня в моей произвольной программе легендарный певец, народный артист Украины Николай Игнатьюк. Николай Игнатьюк родился на Украине. Его отец был председателем колхоза, мама сельской учительницей. Именно она своим завораживающим исполнением народных песен пробудила в будущем артисте любовь к сцене. Ты, судьба, хоть ты далеко отсюда, но со мной достал отсюда... Творческую карьеру Николай Игнатьюк начал в ансамбле «Мы – одесситы». В 1979 году, заняв третье место на всесоюзном конкурсе артистов эстрады, Николай получает возможность гастролировать за рубежом. Дамочка звуковая, кружи не уставая, По музыку надежды, по музыку души... А через год побеждает на фестивале «Интервидение» в Сопоте и становится настоящей звездой советской эстрады. А узнать подробности жизни и творчества Николая Игнатьюка сегодня мне поможет актер, музыкант, очень близкий друг Николая Игорь Муравьев. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай, как вы прошли с Китайной Славой? А вы как проходили? Расскажите мне вот олимпиады ваши. А я еще прохожу. Сейчас? Ну, опять я еще прохожу, но здесь вопросы задаем мы. А, все, раз вы задаете вопросы, отвечаю. Похвастаться нечем особым. Нечем. Вот как? Нечем похвастаться, потому что, конечно, я был не готов. Мне казалось, что человек должен скандалить, раз он знаменитый, требовать. И таким образом как раз его слава будет еще больше повышаться. Конечно, глупости были вообще невероятные. Да, я знаю, были случаи, когда он приходил на телевидение и говорил, вы знаете, какой пропуск? Что, не видите, кто пришел на телевидение? Но я думаю, что, конечно, скорее всего, это была какая-то защитная человеческая реакция, скорее всего. Ну, что делать? Видимо, человек должен пройти какие-то искушения для того, чтобы как-то осознать, что есть что. Какие-то для себя определить, что ты, что же за что. Какие же тогда у тебя ценности в жизни? Я и сейчас очень люблю публику. Вот, поверьте, они для красного словца. А тогда вообще я считал, что я вообще их. И если вот они там после концерта банкет, я не могу отказать. Я полностью ваш. Все, на лилии пьем, закусываем, значит, курим, курим, все. Значит, публика, я, я, значит, конечно, тоже глупость была. Николай, когда вы поняли, что ваше призвание сцена? Ну, наверное, очень рано, с детства. Просто как-то я так, помню, маленький еще был, и отец говорил, когда собирались гости, ставил стульчик. Я остановился на этот стульчик, и он говорит, ну, Коля, покажи, как ты спева, ты умеешь. Вот я пел, получал там конфеты или рубль, не помню. Вот, как интересно, вы говорите, с детства вы пели. Извините, вот о себе могу сказать, что я, когда была маленькая, меня тоже ставили на стульчик, и я танцевала. Да, поэтому это огромное значение родителей, когда вот они умеют раскрыть в детях талант. Ваши родители помогли вам вот в том, чтобы вы себя раскрыли? Вы правы, потому что мама у меня так поет украинские народные песни, я помню, в детстве, когда она пела. Ну, мне кажется, если бы она была бы профессиональной артисткой, она была бы вообще суперзвездой, потому что она не поет, допустим, голосом, она как-то так сердцем, и она может петь и плакать, и это вообще просто что это происходит, я не знаю. А помните свое первое выступление на сцене, профессиональное? Это был город Балта, такой, под Одессой. И вот я смотрю объявление в Одесскую филармонию, в оркестр медисситы, требуются солисты. Я думаю, ну это меня. И самое интересное, что я, наверное, на следующий день прихожу в отдел кадров и говорю, здравствуйте, я прочитал там, значит, объявление, что вам нужны солисты. Вот я пришел, а она, такая женщина, посмотрела на меня и говорит, что прямо в отдел кадров? Я говорю, ну а где нанимаются на работу? Она говорит, ну может вас кто-то послушал бы хотя бы? Я говорю, да, а кто? Она говорит, а вот сейчас оркестр как раз репетирует, и вы идите туда, там, Владимир Наумов. Я прихожу, здрасте, я там закончил институт, я хочу петь, я прочитал объявление. И он говорит, да, подожди, мы сейчас тебя послушаем. Темный зал, я на сцене стою, там пою, спел одну, вторую, и слышу из темного зала. Мы вас берем, идите в отдел кадров. Я говорю, я там был уже. Они говорят, ну не знаю, был, но сейчас идите уже туда. У меня вопрос к Идаре. Когда вы познакомились? Да, расскажи. Это был 83-й год. Интересно. С Николаем Васильевичем была знакома моя супруга Ольга. Она работала в Министерстве культуры и, как говорят, искала таланты, к которым относился, конечно же, и молодой певец из Украины Николай Игнатьюк. Тогда же появилась песня «Красный конь» моя супруга. Она познакомила Николая Васильевича с Фрадкиным, с автором песни, и как раз на конкурс, всесоюзный конкурс, шестой конкурс эстрады, на одном из туров Николай Васильевич эту песню «Красный конь» исполнял. Можно вас попросить сейчас исполнить хотя бы куплет этой песни? Ну, попросите, попросите. Я вас прошу, пожалуйста, попросите. Поехали. Утром на заре, за рекой, по траве, ходит в поле красный конь. Красный конь ходит, с жарким солнцем залитой, Машет гривой золотой, мое детство красный конь. Ходит жарким солнцем залитой, машет гривой золотой, Мое детство красный конь. Да, спасибо. Николай, вы решили спросить у наших телезрителей, какие песни Гнатюка они любят. Пожалуйста, внимание на экран. У него были вот эти вот знаменитые песни «Барабанщик». Это, по-моему, одна из первых, с которыми «Малиновый звон». «Малиновый звон на заре, Я плавила на нашей земле». Галина, мне нравится поэт песни. «Барабан был плох, барабанщик был, Но ты была вся ему под стать. Так легка, что могла ты на барабане станцевать». То есть я слышала исполнение песни «Птицы счастья», Значит, день будет хороший. Игорь, а какая ваша любимая песня у Николая? Можете вместе, может быть, что-то напеть? Я думаю, наверное, все-таки «Зорька Алая». Любимая песня, а не только моя, Но и, наверное, всего нашего народа. Я думаю, потому что, тем более, я думаю, что... Знаете, получается так, что, вот, Хотя у Николая один сын, Но детей у него много, Потому что я думаю, что именно его дети – это его песни. Потому что многие песни, Которые, вот, любимы народом, Как раз вот их... Николай их вот и... Он создал их как бы... Короче, все любимые в народе песни – это мои. Да. Он это имел в виде. Пожалуйста. Зорька Алая, Зорька Алая, Губы алые, А в глазах твоих, А в глазах твоих небосин Ты, любовь моя, Долгожданная, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Ты, любовь моя, Долгожданная, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. По плечам твоим С белым голосом Блются волосы Только голову, Только голову запрокинь, Добротой своей, Своим голосом, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Добротой своей, Своим голосом, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Мы ненадолго прервёмся на рекламу и увидимся снова через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вы смотрите произвольную программу. С вами Татьяна Навка и мои гости. Певец Николай Гнатюк и его друг, актёр и музыкант Игорь Муравьёв. Николай, скажите, когда вы первый раз себя почувствовали настоящей звездой? В Дрездене выступил вечером на Шлягер-фестивале, интернациональный Шлягер-фестиваль в Дрездене. Был всего там света, певцы, эстрадный конкурс. Вы знаете, там смешно просто было. Я когда приехал, эти три сублей, которые нам меняли, первая задача мне было брюки какие-то купить. Потому что выйти, ну как бы в свет, ну в общем, купила джинсовое брю, в общем, там был весь из себя. И гран-при, конечно, я получил. Это я сейчас не могу даже передать, что это было. Но на утро я проснулся, от чего-то не помню. Что происходит? Я говорю, слышу, это я пою. Ух ты. Да мои песни звучат. Я так туда, в окно. Что происходит? Потом я иду так в Палац культуры. И так везде мои плакаты, фотографии. И там, а можно вас радио сейчас там интервью? А можно мы вас снимаем? А можно? Я думаю, вот она, вот она, слава. Вот она. Никто, никогда, ни один артист советский в Германии не получал никаких призов. Николай Васильевич получил гран-при на конкурсе в Дрездене. Я думаю, что как раз благодаря своему немецкому языку и вот тому замечательному вот сценическому поведению, которым он обладал. Потому что в принципе наша эстрада была всегда такой стендап как бы у микрофона, статично. Я думаю, что как раз Николай Васильевич первый принес на сцену какую-то вот такую настоящую западную культуру поведения на сцене. А на фестивале в Сопоте вам легко далась победа? Вопрос такой с виду вроде бы скромненький, да? Вроде бы ничего в нем и нет в этом вопросе. И вы хотите услышать, как некие мои коллеги устраивали там козни. А как же? Это же всегда интересно. Давайте не будем звать имен, но вам будет интересно. Связано было с моей венгерской переводчицей одной, которая переводила там в жюри и приходит и говорит, знаешь, первое проголосовали, второе проголосовали, третье тебя там нет. Это мы сидим в Сопоте и уже но я так подозревал, что там могло быть. Я говорю, ну ничего страшного, да, да, так что ты сиди здесь, но смотри, когда не строй себя очень большого победителя, потому что, я говорю, все, все, понял, прибегает она второй раз. Ты не представляешь, что творится? Я говорю, как что? Да, в общем, ну действительно, несколько стран сказали, что мы не подписываем этот протокол, потому что весь мир видел выступление к Натюка, а вы вот сейчас настаиваете, что мы ему вообще ничего не даем. Как это может быть? Ну, в общем, стали переголосовывать. Таким образом, я оказался на первом месте, но, конечно, за этим стояли определенные силы и определенные, наверное, люди. Ну, первая премия все-таки, на минуточку, да, это интервидение, вот это, что сейчас Евровидение, это было тогда интервидение. Первое место. Игорь, в чем, по-вашему, секрет успеха Николая Гнатьюка? Мне кажется, что он обладает каким-то особенным воздействием на публику. Я это неоднократно наблюдал, допустим, на концерте в Кремле, а большой концерт, много артистов, много исполнителей, и зал немножечко как-то уже так, немножко подустал, потому что разные, и вдруг выходит Николай Васильевич, и молодежь в зале просто вскакивает в своих мест, он просто заряжает весь зал. Нельзя передать, что происходит на концерте, потому что... А ты попробуй. Потому что такое человеческое обаяние, то есть, ну, вот, вот смотрите, вот Николай Васильевич выходит, зал встает, и уходит. Нет. Я был без нервов, практически не прекращаются. Слушай дальше фраза. И заходит потом с цветами. Игорь, вопрос вам. Для вас, как для друга и коллеги, стало неожиданностью, когда на пике своей популярности Николай Игнатьюк вдруг исчез со сцены. Ну, знаете, как, что это исчез? Наверное, все-таки роль сыграл один момент, когда получилось так, что как раз мы были дома и по интересу передали, что произошла авария на Чернодарском ГЭС. То есть, мы утром пили кофе, маленькая заметка, буквально новости включили, произошла авария, вот, ну, и все, и больше ни слова, ничего. Вот, видимо, был какой-то переломный момент этот момент и в жизни и страны, я думаю, что и в жизни людей, потому что это задело многих. Потому что семья из Чернобыля поехала в Германию, и когда жена там решила как-то так, я до сих пор не понимаю, зачем остаться, то, и когда сын там остался, я, конечно, упал просто. Я не могу вам даже передать, когда на вокзале мы из поезда уже ехали из Винницы, значит, сюда в Москву, где-то пристроиться к ним, то ли еще к кому-нибудь с ребенком, потому что там нельзя было жить. И вот я так глянул из окна, и вот сколько мои глаза могли видеть, это все были люди, которые... Это, наверное, страшно, даже не могу представить. А, знаете, я тоже сама с Украиной, и я помню это время, это ужасное время, да, Чернобыль коснулась всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте немножко вернемся. Жена хотела, чтобы вы остались в Германии. Да. Она, когда я приехал, сказала, она была по-другому, говорю, когда вы приезжаете, я вас встречаю. Она говорит, а мы не приезжаем. Я говорю, как не приезжаете? Она говорит, мы остались здесь, и мы считаем, что это тоже должен остаться. Я говорю, ты меня спросила. Вот, поэтому она думала, наверное, что я должен остаться, но я все-таки... Вы знаете, вот этот момент родина, ностальгия, конечно, патриотизм, это хорошее, конечно, качество, это хорошее чувство, но вот в моем случае они уже чрезмерны. Поэтому, Танечка, задавайте что-нибудь полегче. А не возникало желание создать новую семью? Думал, хотел, но как-то так обстоятельства, что вот я все-таки один, и, ну, пробую сам, там готовить. Да, стираю, никому в голову не приходишь, что я какую-то концертную рубашечку, постирал за милую душу, все красивенько, но заметьте, не глажу никогда. Если вы готовите себе сам, мы решили спросить у наших телезрителей, какое любимое блюдо у Николая Игнатьюка. Внимание на экран. Любое мясное блюдо, как любой мужчина, Николай Игнатьюк, я думаю, ценит и любит. Ну, поскольку он с Украины, я думаю, борщ. Холостяк, если бы, то проще всего сварить пельмени, а вроде вкусно. Ну, какие-нибудь салаты. Салаты себе. Картошка жареная. Я думаю, что яичница. Это нормальное блюдо холостого мужчины. Так какое все-таки ваше фирменное любимое блюдо? Я могу сказать, разные действительно салаты. И я просто был сейчас в Италии, и морепродукты. Так набираю прям целый мешок морепродуктов, фрути, фрути демари, там богатого, там разные всякие. И вот я все это морское съедаю, плюс еще грибы, какой-нибудь чай. Мясо почти не ем. Реклама продлится всего несколько минут, а далее нас ждет музыкальный подарок от замечательного певца Николая Гнатюка. Оставайтесь с нами. Сегодня в моей произвольной программе народный артист Украины Николай Гнатюк и его друг-музыкант Игорь Муравьев. Николай, после расставания с семьей все-таки тоже не получилось у вас работать. Тогда же, если вы помните, в 90-х все деньги в банках пропали. Вообще все. Я продавал какие-то цепочки в Польше, чтобы сыну купить мороженое. И я покупал ему чуть больше, он говорил, папа, у тебя остаются еще деньги на билет, чтобы ты снова приехал. То есть вы ездили между Германией и Украиной ради сына? Конечно, ради сына. Танечка, а у вас есть дети? У меня есть дочка, ей уже 12 лет. Ну, тогда, с чем мы говорим? Конечно, вы меня понимаете. Конечно, я вас понимаю, ради детей мы готовы на многие шаги. Игорь, а расскажите, как Николай, как отец? Отец замечательный. Вот я помню, почему первые, когда я познакомился с Лысиком... Лысик. Чисто украинское имя. То есть, надолго с концертов. Я думаю, что это... Сколько ему было лет? Наверное, лет 12, наверное, там, или сколько это? Вот такой самый... Очаровательный, блондинистый такой мальчик. Вот. Он очень внимательный. Вот. Но Николай Васильевич, конечно же, очень добрый и очень требовательный, по-настоящему заботливый отец. Все-таки опять, очередной раз, перебью. Отец, я плохой. Если бы я был хорошим отцом, во-первых, я бы его забрал бы все-таки сюда. Или, может быть, остался бы там. Поэтому... Не согласна с вами. Потому что, неспроста же, за мужем, поэтому... Она должна за мужем идти. Жена должна идти за мужем. Ну, я как мог, конечно, его опекал и опекаю. Но самое интересное, что он уже даже какую-то фразу мне даже сказал. Я настолько... Он говорит, папа, ну, я уже взрослый. Пойми. Правильно. Уже мне твердит. Уже другие говорят, слушай, ты уже немножко ему надоедаешь даже. Мало то, один раз он мне говорит, папа, отпусти уже меня, уже как бы дай мне свободу. Отпусти. И у нас самое интересное, появилась песня. Там именно это слово я отпускаю. Давайте послушаем вместе, что это за песня. Это была произвольная программа. До встречи через неделю. Я отпускаю тебя последним летним днём. Я отпускаю тебя моим вчерашним сном. И с каждым шагом твоим песня. Если ты спросишь сейчас, то я скажу в ответ, тебя дороже мне, тебя дороже мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова